страховые посредники кто это и стоит ли к ним обращаться страховые агенты и брокеры это посредники между страховыми компаниями и их клиентами они помогают людям выбрать подходящую страховую программу у одного страховщика или же сравнить между собой предложение нескольких компаний в этой аудиолекции мы разберемся чем они отличаются друг от друга и стоит ли к ним обращаться посредники предлагают широкий выбор полисов осага каска страхование жизни имущество и другие они готовы сами приехать к вам на месте осмотреть имущество если вы хотите его застраховать и заключить договор работу страховых агентов и брокеров регулирует закон об организации страхового дела в российской федерации после заключения договора иногда можно обращаться к своему посреднику они напрямую к страховщику например когда нужно проконсультироваться как правильно оформить страховой случай и какие собрать документы чтобы получить выплату страховые агенты и брокеры это одно и то же различия между ними не так много но они все-таки есть во-первых вид договора агенты заключают с клиентами только договор страхования от имени страховщика и этот договор начинает действовать с того момента как вы его подпишите и передадите деньги за полис агенту считается что страховщик их получил даже если в реальности агент передаст их в офис компании через несколько дней брокеры иногда работают по такой же схеме но чаще действуют как самостоятельная организация и предлагают вам дополнительно подписать другой договор об оказании услуг страхового брокера условия могут быть самыми разными например брокер обязуется представлять ваши интересы и от вашего имени заключить договор со страховщиком на эксклюзивных условиях такой вариант может быть интересен для предпринимателей в большинстве случаев по договору с брокером вы перечисляете деньги на его счет а уже затем он переводит нужную сумму страховой компании и полис начинает действовать с отсрочкой которая тоже должна быть указана в условиях договора второе различие выбор страховых программ брокеры обычно сотрудничают с несколькими страховщиками иногда агенты представляют лишь одну компанию в некоторых случаях предлагают продукты нескольких страховых организаций например по разным видам полисов агент может представлять разные компании бывает что агентом страховщика выступает банк автодилерский центр или другая организация у них могут быть заключены агентские договоры сразу со многими страховыми компаниями третье различие стоимость услуг агенты не берут с людей платы за свое посредничество им выплачивает вознаграждение страховая компания брокеры сами вправе решать с кого брать комиссию за свои услуги с покупателя или со страховщика полис которого они продали но брокер обязан предупредить заранее кто именно будет платить это вознаграждение в случаях когда брокеру платит страховая компания есть риск что он предложит клиенту страховку которая принесет ему большую комиссию а не ту которая наиболее выгодна для покупателя так что всегда просите посредника подобрать несколько вариантов чтобы сравнить их страховые брокеры обычно проводят комплексное исследование страхового рынка подбирают оптимальную страховую программу и помогают собрать необходимые документы четвертое различие надежность и безопасность агенты официальные представители страховых компаний страховщики контролируют работу своих агентов следят чтобы они правильно рассчитывали цены полисов и оформляли документы единого реестра страховых агентов не существует но на сайте страховой компании можно найти список ее представителей а еще лучше связаться со страховщиком и убедиться что договор выбранного агента действует за работой страховых брокеров следят не только страховщики с которыми они сотрудничают но и банк россии регулятор ведет специальный реестр в котором значатся все легальные страховые брокеры перед покупкой полиса нужно проверить есть ли выбранный брокер в этом реестре на практике различий в работе агентов и брокеров вы можете и не заметить в каких случаях лучше обращаться напрямую к страховщику а когда к агенту или брокеру если вы четко знаете какой страховой продукт вам нужен и у какого страховщика можно обойтись и без посредников некоторые полисы легко оформить не выходя из дома на сайте страховой компании или посредника например онлайн агентом может выступать банк-партнер страховой компании или интернет-магазин страховок страховщики иногда проводят специальные акции на определенные виды полисов и дают скидки тем кто покупает страховку онлайн будьте внимательны при покупке полиса через интернет поскольку есть риск попасть на сайт мошенников в поисковых системах яндекс и mail.ru официальные сайты страховщиков и страховых брокеров отмечены специальными галочками чтобы проверить онлайн агента обратитесь к страховщику и уточните можно ли купить его полис на выбранном вами сайте если у вас нет времени или возможности посетить офис страховщика а приобрести полис онлайн нельзя обратитесь к страховому агенту или брокеру в некоторых случаях без них вообще не обойтись например когда перед оформлением договора нужно провести осмотр имущества часто агенты сами находят клиентов в автосалонах у визовых центров на выставках продажах дачных домов но можно позвонить в офис страховщика или оставить заявку на его сайте и вам пришлют агента на дом или в офис бывают ситуации когда проще купить полис через брокера например вам нужна дорогая страховка но нет времени самостоятельно сравнить предложения на рынке брокеры внимательно следят за предложениями страховых компаний подробно изучают их отчетность и могут порекомендовать полис надежного страховщика который подойдет вам и по цене и по условиям договора но важно найти посредника которому вы сможете доверять на что обратить внимание при выборе посредника если вы решили воспользоваться услугами страхового агента или брокера нужно проверить несколько важных моментов первое легально ли он работает у брокера обязательно должна быть лицензия банка россии а страховой агент должен быть указан в списке посредников страховой компании на ее официальном сайте некоторые страховщики передают информацию о своих агентах ассоциации в которую они входят в таких случаях список агентов можно найти на ее сайте нередко страховыми посредниками притворяются мошенники они продают поддельные полисы а деньги за страховку забирают себе если наступит страховой случай покупатели фальшивых полисов не получат никаких выплат а если владельцы ненастоящих полисов осаго станут виновниками аварий то им придется возмещать ущерб пострадавшим из своего кармана второе есть ли лицензия у страховой компании полисы которой предлагает посредник перед покупкой полиса важно убедиться что у страховой компании с которой сотрудничает посредник есть лицензия банка россии на выбранный вид страхования бывают также случаи когда лицензия есть но она ограничена или приостановлена это значит компания временно не может продавать полисы определенного вида страхования либо вообще не вправе заключать никакие новые договоры в любом случае лучше поискать другого страховщика третье адекватна ли цена полиса посредники нередко пытаются завлечь клиентов выгодными предложениями они обещают дать скидку на полис но важно понять за счет чего снижается цена возможно посредник готов сделать дисконт за счет своего вознаграждения стоит учитывать что скидка не может быть больше комиссии которую страховая компания выплачивает агенту или брокеру размер комиссии можно узнать из договора между страховщиком и посредником но довольно часто вместо обещанной скидки посредники просто предлагают более дешевые полисы которые покрывают меньше рисков чем вы думаете например вы хотите застраховать дачу от пожара но страховка по спец цене не будет включать риск возгорания из-за повреждения проводки или вам предлагают полис с франшизой значит часть убытков придется покрывать самостоятельно скажем вы купите полис для выезжающих за рубеж с условной франшизой в 100 евро тогда при обращении к врачу в другой стране плату за медицинские услуги в пределах 100 евро вам придется оплачивать самостоятельно но если болезнь серьезная и расходы больше их покроет страховая компания внимательно изучите условия договора и правила страхования на сайтах многих компаний есть онлайн калькуляторы которые позволяют прикинуть стоимость страховки сравните эту цену с той которую предлагает вам посредник если цифры различаются попросите объяснить почему четвертое есть ли у посредника право подписи некоторые агенты и брокеры могут подписывать договоры с клиентами от имени компании с которой они сотрудничают страховщики сами решают каким посредником давать такие полномочия а каким нет лучше выяснить это заранее если у посредника нет права подписи то вам в любом случае придется ехать в офис компании для оформления полиса вы сэкономите время если напрямую обратитесь к страховщику или найдете посредника с правом подписи если у посредника нет полномочий подписывать договоры стоит напрямую обратиться к страховщику найти другого агента или брокера с правом подписи или заключить договор через онлайн посредника агенты и брокеры которые продают страховки через интернет могут работать без права подписи они просто передают ваши данные в информационную систему страховой компании которая генерирует полис и присылает его вам как не нарваться на мошенников прежде всего сверяйте документы агента с данными о нем на сайте страховой компании а брокера с данными из реестра банка россии постарайтесь собрать как можно больше информации о посреднике не стесняйтесь попросить его договор со страховой компанией чтобы точно понимать круг его полномочий и проверить срок их действия запросите у агента или брокера подробные сведения о страховщике и внимательно изучите эти данные стоит сопоставить их с данными на сайте регулятора проверяйте документы которые вам предлагают подписать недобросовестные посредники могут указать себя в качестве выгодоприобретателя по вашему договору поэтому внимательно изучите правила страхования список страховых случаев размер выплат срок периода охлаждения условия расторжения договора после покупки полиса убедитесь что у вас на руках полный набор документов сам страховой полис подписаны двумя сторонами договор а также квитанция или чек об оплате страхового взноса что делать если страховой посредник нарушил ваши права по закону агенты и брокеры отвечают за сохранность ваших персональных данных документов и денег за достоверность информации о страховых продуктах когда вы недовольны агентом стоит сообщить о своих претензиях страховой компании с которой он сотрудничает страховщики обязаны отвечать за действия своих представителей если вы считаете что страховой брокер нарушил ваши права жалуйтесь в банк россии в интернет приемную на сайте cbr.ru в случае серьезных нарушений регулятор может отозвать у него лицензию кроме того вы можете обратиться к финансовому омбудсмену который помогает людям решать денежные споры с финансовыми компаниями до суда например если агент завысил стоимость полиса а компания отказывается компенсировать вам разницу а